привет добро пожаловать всем привет и вы находитесь на моем новом видео где я бы хотела вам сделать рум-тур по моему самой маленькой квартире которую я вообще когда-либо видела и в которой я когда-либо жила она находится в самом центре сеула на ганг нами сняли мы ее на сайте rnb так что пройдемте но наверное проходить мы далеко не будем потому что начнем с коридора как я уже сказала квартира очень маленькая и вы можете повернуться налево и увидеть картину которую мы переставили вообще со спальни она нам мешалась но здесь более-менее пускай стоит вообще квартиру очень много всяких интересных элементов и это один из них также есть здесь вешалка которую мы тоже переставили другую степь здесь мы на ней храним сумки мы видим это молотенце дальше идет такой длинный шкаф купе называется даже несмотря на то что у него есть дверцы и давайте заглянем что мы вообще разложили в шкафы потому что здесь очень много места для хранения иначе особенно экскурсии долгой нам не быть вы знаете что в корее сортируют мусор поэтому я сделала несанкционированную мусорку разделила уже три вида мусора также здесь у нас хранится обувь и вода далее есть еще один шкаф которым хранится подарочек для анюты здесь у нас пакеты еще очень много пола где мы в принципе можем что-то еще положить конечно же огнетушитель потому что безопасность привыше всего также еще один шкаф и тут я положил свою одежду какие-то аксессуары сумку засунула пока что еще ничего не разбирала потому что мы только вчера прилетели но все равно все лежит очень удобно все видно не нужно где-то там копошиться искать дальше мы переходим в комнату и давайте посмотрим на кухню на самом деле несмотря на то что кухня тоже дико маленькая сегодня я делала завтрак и было очень удобно а мы видим в плитку обыкновенная плитка которая есть в каждой корейской квартире именно такая электронная здесь очень удобная вытяжка в которой есть свет разной степени обдува также есть стиральная машинка это тоже очень хорошо но во всех квартирах которых мы были стиральной машинки есть раковина большая но так как кухня маленькая хотят наверно больше плюс чем минус посуду мне кажется нужно мыть сразу же чтобы не расставлять тут это чтобы не сушилась также все вытирать и расставлять именно сюда здесь конечно не супер густо посуды но тем не менее вроде бы есть все что надо хотя что касаемо приборов сегодня мы обнаружили что у нас нет ножей и нормальных вилок белки для гномиков но это не проблема как сказал кости это лишний повод сходить дайса также внизу здесь я положила пакеты чтобы ходить в магазин и у нас сковородка с кастрюлькой наверняка многие подумали что это уже начали шкафы в общем это холодильник который стилизован под шкаф и так мы открываем и сегодня мы тоже сделали вывод что это наверное самый удобный холодильник который у нас был кстати посмотрите здесь еще наверху есть полка для хранения можно что-то положить у нас тоже не особенно густые еды потому что мы пока что не закупались но тем не менее есть все необходимое яйца тофу еще у нас к кухне относится микроволновая печь которая есть здесь мы пока что я не пользовались здесь наверху шкафчик который я положила всякие снеки закуски какие-то привезенные сладости из россии также смотрите нам это моя овсянка нам оставили вот такие штукенции очень много это какие-то кости сказал вроде завтраки даже мюсли не знаю как это даже есть так приличные калории если очень проголодаемся нечего будет есть то у нас всегда есть такой сухой паек также здесь есть тостер для хлеба и чайник здесь у нас тоже выдвигается плохо и это не полка а сушилка очень тоже удобно потому что ничего никуда не упирается но ходить по квартире с открытой сушилкой не так удобно поэтому это прекрасный вариант для того чтобы постирать белье развесить его и уйти по своим делам прийти а белье уже сухое теперь переходим в рабочую зону тоже очень много места для хранения это прекрасный плюс для этой квартиры потому что все можно просовывать и будет казаться что ничего и нету здесь у нас полка в которой мы храним камеры тут также рядом такая же полка которая пока что еще ничего не хранится здесь подвесная полочка но тут больше элементы декора наша колонка здесь у нас система вентиляционная и электронная домофон и подогрев пола и вентиляция и увлажнитель воздуха все здесь очень много влажных салфеток оставили и обычных салфеток это тоже огромный плюс потому что мы сами не должны на это тратиться здесь также часы которые меняют цвет и могут выступать светильником еще один светильник более теплого освещения пульты также для управления нашими кондиционерами несколько парфюмов домашних так и на самом деле этот стол не такой простой потому что здесь есть еще один стол который выдвигается вот таким образом и наверное это имеется ввиду как обеденный какой-то стол но здесь неудачные особенно стулья потому что когда вы садитесь на них то у вас ноги выше стола не знаю насколько удобно кушать но наверное если брать в руку тарелку то в принципе нормально кстати если вы тоже хотите снять жилье на аэрон бенби то я оставлю свою реферальную ссылку под этим видео что позволит вам получить скидку в 25 долларов на первое жилье и так передвигаемся дальше и здесь даже есть небольшое место для того чтобы делать макияж или как-то смотреть на свои локи это такое зеркало в пол на котором очень удобненько я разложилась у кого свою косметику сажусь на на попу и макияж всегда садишься даже в россии замечала и рядышком у нас стоит кровать как если вы смотрели мое видео о том где я рассказываю что нужно взять с собой в корею я рассказывала о том что возьмите на всякий случай постельное белье потому что именно здесь мы столкнулись с той проблемой что здесь не было постельного белья и первую ночь так как сейчас нам пока что не можем его забрать мы спали без него и но для меня это было лично немного некомфортно даже не немного а много кажется что я что-то не доделала с какой-то нерешенной задачей начинаю новый день здесь есть на матрасник есть одеялка и по две подушки но все без постельного белья также вы можете видеть большое окно с прекрасным видом и жалюзями которые можно закрыть чтобы нас было вообще не видно или приоткрыть вот таким образом давайте я сейчас наверх подниму вот такой у нас шикарный вид как я уже сказала мы живем на гангнами это прям самый центр сеула наверняка многие из вас слышали песню о пагангом стайл и мы здесь живем так и прямо напротив кровати у нас также есть два шкафа один из которых выступает в качестве хранилищем для костиной одежды и вот такой удобный шкаф который мы придумали засунуть наши чемоданы на самом деле когда день даже несмотря на то что сегодня у нас пасмурная погода освещение прекрасное уютное и вот эти кондиционеры и увлажнители воздуха которые кстати тоже плюсом отлично они не дуют когда мы спим мы можем иногда включать их во время сна и к завершению как всегда пройдемте в самую интересную комнату это туалет с ванной как вы можете заметить туалет с ванной довольно таки большие просторные уютные прекрасные красивые и на самом деле я бы наверное с такой маленькой квартиры сделала бы поменьше это все чтобы как-то увеличить пространство именно комнаты но вот застройщики решили сделать так белый друг раковина душевая слабина где может вода течь и сверху и просто излейки также хозяин нам оставил шампуни кондиционеры гели для душа даже зубные щетки и зубные пасты здесь тоже есть место для хранения всякой всячины которая нужна для ванны здесь даже был тоник ушные палочки туалетные бумаги посмотрите сколько кстати эту квартиру мы сняли на два месяца туалетной бумаги нам хватит так и вторая часть полки в которой я уже поставила какие-то свои уходовые штуки а это кстати вот эти кондиционеры и гель для душа но вещи которые можно будет поставить после того как кончится тема эта квартира стоила 1200 долларов в месяц как я уже сказала повторюсь мы сняли ее на два месяца здесь мы в корее будем находиться 58 дней так что подписывайтесь на канал чтобы следить за новыми видео подписывайтесь на мой инстаграм там я оставлю всякого многого интересного из кореи и если вам понравилось это видео то ставьте большие пальцы вверх и увидимся с вами в следующем выпуске пока пока